друзья мои всем привет с вами компания пандауэй сегодня у нас на обзоре на кратком обзоре с выставки боя dreamer это первый электрический полностью электрический минивэн как вы хотели как вы просили более того он полноприводный ребят и более того есть две версии чисто электрическая и есть так называемая плагин гибрид то есть версия которая приводится в движение только двумя электромоторами но имеет под капотом генератор бензиновый который способен поддержать батарейку и соответственно продлевать ее ход но забегая вперед сразу хочу сказать что у такой версии гибридной у нее очень маленькая батарейка всего лишь там 24 по моему киловатт часов 25 киловатт подсказать мне антон который хватает всего лишь на 80 километров и по циклу новому циклу китайскому cltc то есть это совсем совсем ни о чем максимум проедет там 50 километров может быть да но тем не менее вот такая функция вы этот автомобиль вы можете использовать только в гибридном режиме в электрическом режиме я не знаю там доехать только до какой-нибудь там булочной купить хлебушка и вернуться обратно домой есть еще одно но вы доехали до булочной вернулись обратно домой и если вам нужно еще раз есть до булочной вам придется подождать пока машина зарядиться и это будет не так быстро потому что у нее есть только порт медленной зарядки давай сразу покажем его порт медленной зарядки в гибрид они решили не встраивать порт быстрой зарядки потому что как они объясняют емкость батарейки очень маленькая и производитель решил что это не нецелесообразно встраивать ее порт быстрой зарядки в общем короче если у нас воя free вот он стоит здесь да если боя free у нас был электромобильки называют с увеличенным запасом хода то это все-таки гибрид самый настоящий гибрид вы любите называть такие автомобили смотрите сразу какой момент интересный на зарядке стоит машина у вас дверь двери автоматически в этом режиме если мы пытаемся ее открыть может только сделать вручную она даже вручную даже не хочет идти то есть дверь блокируется чтобы не открыть ее и не сбить вам крышку и зарядный порт соответственно ее можно вручную разблокировать и в этом в таком случае она будет открываться только вручную другая же дверь левая спокойненько работает у нас подходим оп нажимаем все открывается все по красоте все четко этот автомобиль я хочу начать обозревать именно с салона не не с водительского места именно вот с пассажирского потому что посмотрите какие капитанские кресла стоят а вот так вот заходим по красоте так это что такое что-то я не понял у него очень странная регулировка да то есть такой ход ты не можешь его высоко поднять вот так да только горизонтально получается таком положении да если выше хотите поднять как-то задрать руку это уже нельзя сделать очень удобно комфортные кресла по высоте можно поднять его или нет а смотри о атоманочка выходит смотри какая вот так вот раз если у вас ножки короткие вернее нормальные ножки не как у меня то вы вам будет вполне комфортно здесь сидеть слушая я хочу антона посадить сюда ну-ка дай-ка я посажу как антона со своими короткими ножками сядет сюда и будет кайфовать сейчас мы назад отодвините вот таким макаром а слушай то все это упор подожди там еще массаж есть дай посижу так все антона еле согнал он прям уселся хотел массаж тут уже все все поставить там все дела ну реально комфортное сиденье небольшое замечание да небольшое все маленькое вылет вылет регулируется только механически то есть вы поднимаете эту ручку и ножками толкаете себя автоматически ничего здесь не работает есть функции массажа есть обдув сидений да есть подогрев сидений есть регулировка поясничного подпора вот это у нас кнопка на двери закрытие двери да получается можно через кнопку я нажал пошло закрытие оп остановил также можем через ручку наверняка до нажал да и открытие опять же посмотрите какой шикарный здесь столик он прям такой добротный такой мощный можно кушать что у нас посерединке подстаканники сверху с укорами все так четко добротно сделано дальше ниже прикуриватель usb стандартный usb и type-c максимально разъемы выдают 60 ватт то есть быстрая зарядка у вас обеспечена и снизу у нас что это шкатулка такая машина напичкана конечно всякими там кнопками просто тут заскочили думали быстро сейчас все расскажем панорамная крыша состоит из двух частей первая для пассажиров 2 для водителя для водителя это механическая шторка мы вернемся попозже для пассажира управление идет вот отсюда здесь у нас управление климат-контролем и шторкой дальше я хочу перейти на третий ряд и посмотреть как я там размещусь вообще максимальное положение помещаюсь нормально и теперь третий ряд проход принципе нормальный так ребят ну и смотрите задний ряд то есть я сюда в лес в лес нормально часто там пытается откинуться мне задавить пытается но тем не менее мои ноги влезли здесь да я здесь прекрасно помещаюсь если это кресло до конца не сдвигать здесь очень комфортно и что знаете самое интересное здесь намного комфортнее это наверное самый комфортный третий ряд который мы видели вообще в электромобилях китайских потому что здесь во первых высокий потолок посмотрите на третий ряд полтора кулака влезает здесь у меня над головой вот здесь я могу спокойно откинуться здесь два огромных человек из вопрос по месяца и я думаю что при желании можно даже троих сюда спокойно вместить если и разъем то есть зарядить можно у вас телефончик подсветка не сенсорная это физические кнопки и есть дефлектор все юсби с этой стороны и с этой стороны все по красоте ребят есть вот такие вот на втором ряду самолетные посмотрите на капитанских креслах регулировка идет два разъемчика для телефона они мягенькие да они набиты войлоком чтобы телефон не царапался все отлично так ребят ну и водительское кресло первый ряд а а так слушай во первых во первых здесь не настраиваются у вас подголовник не настраивается как как самолете ну водитель спать не положено поэтому сейчас мне очень удобно у меня согнута нога давайте сдвинем так чтобы было комфортно и посмотрите это максимальное положение у меня нога не прямая нога согнутая это конечно не очень приятно мой рост 185 сантиметров если вы опустите чуть ниже тогда немножечко кресло отодвигается подальше но это некомфортное положение да то есть для такой машины все-таки хочется прям прям просится положение такое высокое просится поэтому я подниму сейчас до максимума поднимусь до максимума вот максимальное положение у меня есть кулак влезает кулак но в этом положении нога согнута еще больше есть ночной режим ночного видения посмотри сейчас мы видим человек стоит впереди как его и фри да так же да это действительно это люксовый такой минивэн ну наверно как альфарда да вот они в принципе заменили альфарда бензиновый альфарда они заменили электрическая версия такой вот предоставили рынку это надо да цена повкуснее чем чем у альфарда в общем ребят автомобиль действительно классный он приятный комфорт небольшой дал туда же посмотрите бардачок тоже огромный я думаю что на этот автомобиль мы обязательно сделаем тест-драйв с более детальным обзором ну и конечно же есть разные цвета вот сейчас мы подошли к черному такому да он даже не черный какой-то такой фельт темно-фиолетовый цвет и салон цвета какашки хотел сказать коричневый салон так мы не рассказали про багажник посмотрите да в багажник в принципе не не слишком большой ною но нормальный такой нормальный багажник вот снизу ничего нету вот здесь место и в ровный пол это все не не переводится сейчас поп отсюда вот вы тянете она не дают откинуть в общем вот такой получается у вас порожек вот такой угол багажника кстати высота посмотри 185 сантиметров самое главное что я не сказал про эту машину одно из самых главных у нее пневмоподвеска как и у ойфри вы можете машину поднимать и опускать это круто да ребят здесь на выставке у нас представлены бюджетные версии это 7 местные модели есть также еще максимальная комплектация это четырехместные версии как бензиновая так электрическая где задний ряд просто королевский то есть максимальная отделка максимальная максимальное качество кожи вот но к сожалению сейчас у нас такие версии не представлены здесь на выставке здесь только 7 место повторюсь гибридная версия начинается от 370 тысяч юаней и максималка четырехместная 640 тысяч юаней электрическая версия же есть на 475 километров и на 605 километров 475 километров начинается от 370 тысяч юаней и модель на 605 километров 420 тысяч юаней минимальная комплектация ну и также есть повторюсь четырехместная версия здесь это максимальная стоимость 690 тысяч юаней друзья мои ну на этом мы закончим своя free и перейдем к следующей машине для нас это будет прямо сейчас а для вас будет или завтра или послезавтра поэтому что нужно сделать подписаться на канал и нажать на колокольчик с вами была компания панда вы из китая будь с нами его все будет хорошо вот